35 квадратных метров стены всего за две недели превратились в настоящее произведение искусства. Конечно, этим художеством далеко до Рембрандта или Мане, но свой шарм есть в каждом мазке. Кстати, это обычная гипоаллергенная акриловая краска, а авторы – обычные школьники младших классов. Всего в процессе было задействовано более 60 человек, а идея возникла еще полгода назад. Идея возникла на самом занятии, когда было как-то скучно, грустно, за окном шел снег. Я просто пошутила, говорила, дети, зачем рисовать на листе, давайте с вами нарисуем на стене. И так, ха-ха-ха, думала все, ну ха-ха-ха, давайте, давайте, а потом они подхватили эту волну, давайте, давайте мы будем рисовать на стене. И такая шутка не осталась незамеченной. Дети настолько прониклись идеей, что смогли вдохновить и преподавателя. Тем более, что такой пример художеств уже был у них перед глазами. Стены актового зала школы расписаны профессиональным художником. Один из кабинетов – талантливой мамой одной из учениц. А чем же хуже мы? Решили дети и взяли кисти в руки. С разрешения директора, конечно. Прежде чем решиться, Юлия Ивановна подошла ко мне с этой идеей еще после Нового года. Ну, я человек старой формации, сначала сложно было себе представить, потому что все-таки мы привыкли к такой школьной жизни, к традиционным школьным вот таким рисункам, и это было очень так ново и интересно. Но потом вот решили, собрались, когда узнали мнение детей, чтобы подключиться вот к такой идее. Все-таки решили попробовать и посмотреть, как она будет получаться в дальнейшем. Ну и плюс в дальнейшем уже, когда начали рисовать, тоже было много разных интересов. Кто-то смотрел, что вы здесь нарисовали, а потом уже в конечном итоге у нас подключились и старшеклассники, и учителя, и родители. Для начала каждый нарисовал на обычном альбомном листе то, что он ассоциирует со школой. Потом все рисунки совместили и через проектор вывели на стену. Художникам осталось только обвести контуры. Результат удивляет. Рядом с портретами Пушкина и Эйнштейна мирно соседствуют миньон, динозавры и единороги. Словом, у каждого получились свои ассоциации со школой. На рисовании мы изучали разных людей, которые рисуют на стенах. Поэтому у меня была такая идея, я нарисовала человечка, который баллончиком рисует слово. Я рисовала вот этот вот подземный мир, в который ползал человек. А почему ты решила нарисовать именно подземный мир, а не что-нибудь более интересное, там принцессу какую-нибудь? А понравилось тебе рисовать? Да. А чем понравилось? Тяжелее, чем на листике бумаги? Ну, немножко тяжелее. Ну, очень интересно рисовать, потому что ты никогда не рисовал на стене, и вот у тебя появился такой момент порисовать. Преподаватель Юлия Романюк раньше никогда не рисовала на стенах, поэтому тоже не упустила возможности отобразить персонажа из своих фантазий. Была у кого-то идея из детей, что они разбирают школу по кирпичикам. Кто-то там, какие-то человечки разбирают школу по кирпичикам. Это как же школу не разобрать? Вот. Я подумала, что как раз уместно сделать енотов, потому что они похожи на маленьких бандиток в своих масках. То есть, опять же, ну не все даже думают, что это еноты-бандиты. Это я такую идею туда заложила. А дети многие думают, о, какие милые еноты, посмотрите, они строят школу. То есть, вот опять же, возможность черно-белого рисунка без каких-то явных смысловых акцентов. Кстати, настенное творение неспроста выполнено только черной краской. Во-первых, так детям было легче справиться с задачей. А во-вторых, настроение юных художников изменчиво. И автор «Желтого зайчика» на следующий день вполне может захотеть раскрасить его в синий цвет. Вот такая нехитрая психология. Теперь это не просто школьная стена. Это целый мир детских идей. И для полета их фантазии альбомного листа уже мало. Зато есть десятки свободных квадратных метров школы от пола до потолка. Мирослава Коваленко, Эдуард Бакунович, телекомпания «Бук-ТВ». Редактор субтитров А.Семкин